Крыша над головой и регулярный обед. Первые семеро пойманных собак, трое щенят и четверо взрослых обрели дом. Теперь они живут по соседству с сородичами в приюте Остров Спасения. Часть из них уже прошли стерилизацию. Теперь их содержат ровно так же, как и всех остальных постояльцев приюта. Здесь их около двухсот. Стерилизация проходит по мере возможностей. То есть поступается собака, нужно, чтобы она немножко пожила. Прошла курс дегельминтизации, обработку от блоков, потом стерилизуют. Отловом бездомных собак сейчас занимаются городские коммунальщики. Сотрудникам ГСТК помогают зоозащитные организации. Следят за порядком отлова и содержанием пойманных псов. На прошедшем заседании городской администрации объявили, на эти цели из бюджета Благовещенска выделен миллион рублей. ГСТК же при этом говорят, цель не только поймать зверей, но и найти им хозяев. Помимо Острова Спасения в настоящее время заключен договор с приютом города Белогорска, также на размещение безнадзорных животных. Связано это в первую очередь с тем, что в настоящее время в городе Благовещенске приюты зоозащитных организаций, они не столь масштабные. Конечно, мы сейчас планируем и с иными зоозащитными организациями, находящимися в городе, вопрос проработать о возможности содержания и дальнейшей пристройки отловленных животных в добрые руки. В этом году ситуация с безнадзорными животными в области стала особенно напряженной. В детской областной больнице отметили растет число пострадавших детей. Так, если за весь 2018 год за помощью медиков обратились 18 детей, в этом году только за первый квартал их уже 10. Большинство с укусами домашних животных, однако травмы от укусов бродячих собак гораздо тяжелее. К примеру, один из детей после встречи с агрессивным псом потерял палец. Еще один мальчик впал в кому. На него напала целая свора собак в районе хлопкопредельной фабрики Благовещенска. Сегодня мальчик чувствует себя лучше. Из реанимации его перевели в обычную палату. Мальчик у нас благополучно выздоравливает. Не так быстро, как хотелось бы, но динамика положительная. Дефекты кожи закрываются постепенно. Будем надеяться, что обойдется без дополнительных операций. На перевязках динамика положительная. Животные остаются животными. Даже в городской черте бездомные собаки живут по своим правилам. Самые добрые намерения поздороваться или погладить зверь может принять за угрозу. В 99% случаев собака не атакует, а скорее просто защищается. Кинологи твердят, самое главное – не провоцировать животных. Если же встреча оказалась неминуемой, необходимо соблюдать ряд правил и приемов. Визуально можно стать больше, да, прям приподняться на носочки, раскрыть куртку. То есть, когда собака идет атаковать один объект, он вдруг визуально увеличивается. Есть шанс, что собака не поверит в свои силы. Мы можем сымитировать поднимание камня, палки, если таковых нет. Если они есть, конечно, их можно брать. Резко схватили, сделали вид, что бросили. Как правило, наши собаки, которые уличные и бездомные, да, они к этому уже привыкшие. И это движение отлично знают и понимают. Ситуация с бездомными собаками остается проблемой. Городские власти сегодня ищут организацию, которая возьмет на себя отлов бродячих псов. Управление ЖКХ в этом году дважды объявляло аукцион по поиску ловцов собак. Однако что в первом, что во втором случаях желающих не оказалось. Еще один конкурс будет объявлен через 10 дней. Поиски продолжаются. Денис Сверденко, Иван Сюмак, Амурское областное телевидение.